реальность мнимого возможно ли на свете чудеса какими они могут быть о них свидетельствует например библия а вот что писал поэт николай гумилёв в онный день когда над миром новым бог склонял лицо свое тогда солнце останавливали словом словом разрушали города но забыли мы что осеянно только слова средземных тревог и в евангелии от иоанна сказано что слово это бог здесь показано говоря прозаически картина внушения слова произнесенная человеком не может сколько-нибудь заметно воздействовать на природные объекты слово бывает эффектным только тогда когда его понимают наиболее сильно она влияет на человека находящегося в гипнотическом состоянии внушаемый будет убежден что остановилось солнце разрушен город вполне возможно что некогда люди были в массе своей более податливы к внушению в таком случае для них могли обретать реальность многие чудеса они более остро чутко проникновенно могли воспринимать слова более или менее изолированная сравнительно небольшая группа людей как это было в каменном веке может безоговорочно верить слову колдуна и в действенность магических обрядов для этих людей колдовство будет восприниматься как самая настоящая реальность объективно существующее явление на этот счет есть верное замечание богданова общественное бытие и общественное сознание тождественны иначе говоря они образуют единство взаимно обусловлены надо подчеркнуть что речь идет не об индивидуальном а общественном сознании которое определяет представление человека об окружающем мире если данное общество уверена в существовании духов живых мертвецов страшных чудищ колдовских чар то все это будет для них проявление реальности возможно при этом кто-то не разделит общую точку зрения однако в своем поведении он вынужден будет поступать так как принято традиционные общественные группы не терпят инакомыслящих вернее сказать мыслить некоторые его члены могут на свой лад но противопоставлять себя общество они не имеют права и даже желания иначе они рискуют стать изгоями таким образом мнимые существа и явления следует считать реально существующими если они присутствуют в общественном сознании такое существование объективное с позиции данного общества для стороннего наблюдателя будет выглядеть как всеобщее заблуждение но это будет не более чем субъективное мнение одной личности как мы знаем из приведенных примеров для того чтобы колдовство стало действенным совершенно необходимы люди верующие возможность волшебства они не станут выслушивать скучные и малопонятные объяснения стороннего наблюдателя если таковы попытался растолковать им по какой причине с медицинской точки зрения умер человек на которого колдун навел порчу они прекрасно знают основываясь не только на личном и общественном мнении но и на традициях опыте предков преданиях что смерть наступила в результате колдовства очень показательным в этом отношении случае рассказаны замечательным ученым и путешественником миклуха маклая изучавшим на новой гвинеи быты нравы папуасов находившихся на уровне культуры каменного века в одной приморской деревне скоропостижно скончался мужчина средних лет если смерть стариков местными жителями воспринималась как естественное то смерти не старого вполне казалось бы здорового человека принято было винить колдуна какого-то врага который совершил смертоносные магические манипуляции подозрение пало на жителей горной деревни требовалось им отомстить организационные мероприятия затянулись потому что не было единого мнения кто совершил магическое убийство и тут внезапно сына этого умершего мужчины укусила ядовитая змея ребенок скончался ни у кого из жителей деревни не осталось сомнений что проклятие продолжает действовать и грозит погубить их всех стали спешно готовиться к войне при этом решили обратиться за помощью к маклаю которого считали великим волшебником он желая предотвратить убийство сказал что если начнутся военные действия произойдет большое несчастье то земцы решили что он имеет ввиду сильное землетрясение они не сомневались что белый человек с луны способен его вызвать своими заклинаниями напуганные таким предупреждением папуасы не решились напасть на колдунов из горного селения такое решение далось им нелегко ведь они не усомнились и в том что смертельная магия тяготеет над их деревней через несколько месяцев это большая и процветавшая деревня полностью опустела жители ее переселились кто куда мы можем с полным основанием считать их поведение нелепым не отвечающим реальности как мы ее понимаем для нас эти люди приняли мнимые опасности наведения порчи или землетрясения за реально существующие они действовали повинуясь идеям которые были им внушены соответствовали вековым традициям в данном случае папуасы вели себя так словно все они находились в измененном состоянии сознания словно были загипнотизированы и выполняли внушенную им установку по существу так и было но только сеанс внушения переход в это состояние происходили не по воле кого-то наркотизация сознания произошла можно сказать естественно в результате направленного постоянного воздействия на людей традиционного для их общества убеждения сложившейся у них структуры психосферы такое изменение сознания не принято учитывать потому что согласно научной традиции во первых имеют в виду не какое-то общество конкретную личность или личности во вторых не принимают в расчет постоянное воздействие приняты в данном обществе и в третьих потому что на это просто не обращали внимание впрочем не совсем так существует понятие коллективное бессознательное разработанная крупнейшим швейцарским психологом и философом карлом юнгом это по его словам та часть души психе которую можно в отрицательном плане отличить от личного бессознательного на том основании что она не обязана подобно последнему своим существованием личному опыту и следовательно не является личным приобретением однако он поясняет что оно обязано своим существованием исключительно наследственности он имел ввиду наследственность биологическую а в нашем случае речь идет о традициях данной культуры тут более подходит высказывание карла маркса о традициях былых поколений тяготеющих как кошмар над умами живых только вряд ли допустимо так резко отрицательно относиться к традициям они являются пожалуй духовными стабилизаторами общества его скрепами хотя в определенный период они становятся путами сдерживающими его развития и так введем новое понятие измененное состояние сознания общества также как и в случае с измененным состоянием сознания индивидуума имеется в виду точка зрения стороннего наблюдателя который считает что его сознание находится в нормальном состоянии сразу же возникает ряд вопросов о том по каким критериям отличается нормальное состояние от ненормального не слишком ли большая роль отводится наблюдателю допустимо ли так резко противопоставлять индивидуум коллективу обществу к этому мы еще вернемся сейчас нам вполне достаточно констатировать что с позиции современных научных знаний некоторые представления о колдовстве характерные для первобытного общества относятся к разряду фантастических например вера в то что шаман способен реально совершать огромные перелеты встречаться не в своем воображении а в действительности с духами предков умеет с помощью магических манипуляций заклинаний вызывать дождь ураган или землетрясение столь же твердо можно утверждать что являются чистой фантазии представления наших предков о существовании русалок водяных леших домовых и многих других представителей нечистой силы нет никаких научно обоснованных свидетельств пользу того что они были ли есть кстати романтический поэт николай гумилёв правда себя он относит к акмеистом от греческого акме наивысшее в конце жизни написал стихотворение естество утверждая свою причастность к объективно научной картине мира я не печалюсь что с природы покров ее скрывавший снят что древний лес седые воды не кроют фаунов и на яд не человеческую речью гудят пустынные ветра и не усталость человечью нам возвышают вечера но таким видится далекое прошлое из будущего из поистине небытия с позиции того времени если вместо неудачного не кроют употребить слова лишились то станет ясно что наяды и фауны фантастические для нас некогда были для достаточно древних греков реальными существами которым отводили священные рощи и родники в данном случае мы имеем полное право говорить об измененном состоянии общественного сознания естественно с нашей современной точки зрения которую мы считаем нормальной хотя если встать мысленно на позицию тех кто верил фаунов и на яд наше мнение будет ложным эта ситуация в точности соответствует принципу специальной теории относительности энштейна о равноправности двух независимых систем отчета наблюдений впрочем в отличие от этой теории признающий только относительное время в нашем случае более подходит концепция ньютона предполагавшего наряду с относительным и абсолютное время поэтому что историческое геологическое биологическое психологическое время безусловно обладают но упрощенно говоря единым направлением от прошлого к будущему хотя можно согласиться и с мыслью блаженного августина о существовании в постоянном настоящем прошедшего и будущего для маленького ребенка дед мороз реальность тем более если он приносит подарки а ему посвящен веселый праздник с годами все меньше верится в волшебство не потому что меняется мир меняемся мы приобретаем так называемый жизненный опыт преимущественно негативный теряя многое из того чем были наделены в детстве не происходит ли нечто подобное с человечеством источник магия внушения или секретное оружие бехтерева баландин